Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, живу в Черногории, городке Херцегнови. И сегодня мы с вами поедем в Котор, чтобы получить визу в Хорватию. Если вам интересно, как мы это сделаем, то погнали с нами! В Котор мы выехали рано, в 7.30 утра мы уже были в машине. От Херцегнови до Котора ехать около 1 часа. В посольство Хорватии открывается в 8 утра и закрывается в час дня. И еще там живая очередь, так что мы решили лучше приехать пораньше. Когда мы едем в сторону Будвы, Котора, Подгорицы или Тивата, то мы всегда сокращаем путь с помощью парома. Проезд на легковой машине стоит 4,5 евро в одну сторону, а если вы пешком, то бесплатно. А ветер на пароме просто сумасшедший! А это мой инстаграм, тут я выкладываю фотографии из Черногории и свои работы в графическом дизайне. Если вам интересно, то приходите в гости! Все, я сажусь в машину, едем дальше. Еще каких-то 40 минут и мы будем в Которе. А сейчас паром перевез нас в город Тиват, ну точнее пока в его окрестности. Но через сам Тиват мы тоже приедем. Да вот же он! Не успели мы побывать в Тивате, как оказались в Которе. Сейчас мы припаркуемся и пойдем в хорватское посольство делать нашу хорватскую визу. Все, взяла свои вещички, свою сумочку, все, выходим и идем в посольство. Все, ребят, мы припарковались, сейчас идем сначала не в посольство, а идем купить себе страховку для жизни, потому что для хорватской визы необходимый, и один из необходимых документов это страховка. Так, ребят, подходим мы к страховке. Мы будем страховку делать в Ловчин-Осигуране. Работает она с 8 до 16, находится абсолютно недалеко от старого города, буквально вот там вот старый город. Метров получается в 300, так что пойдем делать сейчас страховочку. Мы сделали страховку на 4 дня. Стоило это на семью из трех человек 19 евро и 70 центов. Хотели сделать сразу на полгода, но это стоит почти 250 евро. Как-то мы посчитали, что это дороговато сразу отдавать. Сделала она очень быстро, буквально за 10-15 минут она нам сделала страховку. Нужны только паспорта. И все, теперь идем в посольство Хорватии отдавать наши документы и ожидать визу. Сейчас 15 минут 10 практически, а в Которе как-то странно, как-то странно, что нету еще солнца. Тут достаточно высокие горы и солнышко в городе только начинает появляться. В Херцегнове обычно уже в 7 утра, в полвосьмого город просто уже залит солнцем. А здесь даже, я хочу сказать, такое вот ощущение прохладно и как-то немножко даже серо с утра. Потому что, говорю, привыкла, что солнце уже абсолютно рано. Но, видите, уже на горах появляется солнце. Так что, скоро, надеюсь, в городе будет тоже солнечно. Вон там тоже наверху в горах солнышко. Хочу показать какую-то странную вам вещь. Вот наверху дракон. У него изо рта торчат какие-то пластмассовые бутылки непонятно зачем. Но вообще очень какая-то странная-странная штукень. Сейчас идем по направлению в Старый город, потому что посольство Хорватии находится именно в Старом городе. Кстати, в Которе мы первый раз, хотя в Черногории живем уже год, но как-то вот не получалось у нас приехать в Котор. Так что заодно у нас сегодня и туристическое посещение Котора. Все, подходим к обходу в Старый город, в котором, как я уже сказала, находится Хорватское посольство. И идем отдавать наши документики. Когда вы зайдете в центральный вход Старого города, то перед вами появятся большие часы. И справа от этих часов будет Хорватское посольство. Так, ну что, мы отдали все документы. Теперь нам нужно заплатить 35 евро за каждого визовый сбор. Идем сейчас вот в СКБ банк. Сейчас заплатим там визовый сбор. Так, все, мы заплатили за визу. Сейчас вернемся обратно в посольство Хорватии. Отдадим нашу оплату и нам скажут, когда мы сможем забрать наши визы. Наконец-таки уже выглянуло солнышко. Время 10 утра. Площадь стала более красивая, солнечная. Вот мы подпишли опять к хорватскому посольству. Все, ребята, мы получили хорватскую визу. Это у нас заняло примерно 2 часа. Сейчас 20 минут 11. Мы приехали сюда около 9. Пошли, купили страховку. Сходили в Хорватское посольство. Отдали все документы, которые были необходимы. И получили свою визу. Так что сейчас пойдем, сядем в какое-нибудь кафешко. Я вам расскажу, какие нам нужны были документы для этого всего дела. И сколько что стоило. Пошли. Ребят, хочу сделать маленькую паузу и рассказать про мой второй канал. Как я уже говорила, что я графический дизайнер. А работа графического дизайнера Пресс входит в основном в программе Adobe Illustrator. И на моем канале iTutorials with Elena я делаю уроки для начинающих в программе Adobe Illustrator. Первые 4 урока на русском языке, остальные на английском. Но многое дело под музыку и интерфейс программы, как и на русском. Так что вам будет все понятно. Если вам интересно, ссылка будет под этим видео и в правом верхнем углу. А теперь обратно в Котор. Так, сейчас идем с вами в торговый центр Camellia. Он находится тоже недалеко от старого города. Там продаются всякие бургеры и картошку фри. Доминик хочет сначала там покушать, а потом мы в старом городе пойдем покушаем в какой-нибудь китайский ресторанчик. Что-то интересное, потому что мы очень любим китайскую еду. А в Херцик-Нове, к сожалению, нет китайских ресторанчиков. Но зато... Смотри, мама, чекай какой! Да, вот сейчас лайнер! Так, вон круизный лайнер, который пришвартовался или еще пришвартовывается к городу. И сейчас оттуда повалят куча-куча туристов. Так, а мы продолжаем наш путь в торговый центр Camellia. Торговый центр находится буквально тоже в 300 метрах от старого города. Вот он, торговый центр Camellia. Сейчас пойдем зайдем внутрь в него и покушаем, точнее, Доминик покушает картошку фри, а мы, наверное, ничего не будем кушать. Так, все, мы зашли в торговый центр. Сейчас будем вот здесь вот кушать картошку фри и в бургерах. Так, ну что, ребят, выходим, потому что идем сейчас в Китайский ресторан, потому что там с ней работать оказывается в 12 часов, поэтому идем сначала в старый город пойти, а потом вернемся в эту бургерную. Все, солнышко уже во всю жарит. Ребят, скажу, что туристов здесь намного сейчас больше, чем в Керцег-Нове, ну, понятно, но потому что здесь пришвартовываются круизные лайнеры. Все, мы вернулись обратно в старый город. Очень красиво, людей просто море, даже как-то неожиданно. По сравнению, еще раз скажу, с Херцег-Нове, это просто толпун сейчас в втором городе. В Херцег-Нове практически никого нет. Ребят, ну народу просто неимоверное количество, прям не ожидала я от Котора. На самом деле найти китайский ресторанчик, это прямо этот квест, потому что на карте он в одном месте указан, а на том месте монет, так что мы сейчас его ищем. Очень красиво, очень-очень-очень красиво. Хочу сказать, что каждый старый город отличается от другого. Будве один, Херцег-Нове второй, здесь абсолютно третий. Он мне, кстати, больше напоминает Чехию. Такой более европейский, более большой. Так, ну что, нашли мы китайский ресторан, может он тут есть, может нет. У кого-то спросили, что вроде его тут нет. Ну, тогда покушаем вот тут в местном ресторанчике карбонару хочу покушать. И десерт мне очень нравится. Сейчас покажу. Называется, вот он, трелече, крема лака, там десерт мне тоже очень нравится. Сейчас попробуем, какой он здесь. Но везде обычно вкусный. Вот так выглядит место, где мы сидим. Тоже это практически сразу от входа в старый город. Ну что, ребят, пока мы сидим кушаем, я вам расскажу, какие же нам нужны были документы для хорватской визы и сколько нам это все обошлось. Ребят, мы с вами перенеслись в ноябрь. Мы сейчас уже находимся в Херцег-Нове и уже съездили в Сплит. Так что скоро ждите влог из Хорватии. А сейчас давайте же я вам все-таки расскажу, какие же нам нужны были документы для нашей хорватской визы и сколько это все нам обошлось. Вперед! Всю необходимую информацию я взяла на этом сайте. Вот список документов. Ну что, давайте рассмотрим их поближе. Самое главное, чтобы получить визу в Хорватию, в Черногории, вы должны иметь здесь статус ВНЖ, то есть иметь уборовок. В качестве туриста вы не получите визу в Хорватию, когда вы находитесь в Черногории. Итак, переходим к списку. Пункт номер один – это квитанция об оплате консульского сбора. Реквизиты вы действительно возьмете в консульстве. когда вы отдадите все документы, банк находится прям буквально рядом с консульством. Вы пойдете туда, заплатите за себя, за всех членов своей семьи, кроме детей до 12 лет. Пункт два – заграничный паспорт. Он сдается в посольство, так как в него нужно проставить визу, но мы получили буквально свои паспорта через 15 минут после того, как оплатили консульский сбор. Так что не беспокойтесь, он на самом деле никаких нескольких дней, а каких-то 15 минут. Копия заграничного паспорта. Нужно сделать копию главной страницы и всех страниц, на которых есть какие-то либо штампы, но мы сделали копию всего паспорта, даже пустых страниц. Одна цветная фотография, она нужна была и для меня, и для мужа, и для сына. Мы делали ее в Херцегнове. Одна фотография стоила в фотоателье 5 евро. Заявление на хорватскую визу вы заполняете вот здесь, ссылочка на сайт. Потом вы ее распечатываете и подписываете. Подтверждение бронирования отеля вы действительно можете взять на Booking. Мы зашли на Booking.com, зарегистрировали самый первый отель, который там был. Нам прислали подтверждение, и это подтверждение мы приложили к заявлению, но мы потом, буквально приехав обратно, мы отменили эти отели и уже выбирали те, которые мы реально хотим. Пункт номер 7, это подтверждение наличия денежных средств. Мы брали справку в нашем банке в Черногории, что у нас есть денежка. Там, по-моему, достаточно 50 евро на человека на день, но мы показали чуть-чуть побольше, поэтому лучше перестраховаться. Восьмой страховой полюс. Действительно, надо пойти купить страховку. Вы покупаете ее на те, допустим, 3 дня, которые вы собираетесь ехать. И можете купить больше. Никто не запрещает, но мы покупали только на эти 3 дня. И последнее, делайте копию Боровка. Еще один момент, мы ехали с маленьким ребенком, моему сыну 7 лет. У нас попросили свидетельство о рождении. Причем не русское, а переведенное с русского на черногорский язык. Для нас это было немножко неожиданностью, потому что в списке документов этого не было. Но у нас, слава богу, это было на нашем имейле. Когда мы делали себе Боровок, у нас сохранились документы наши переведенные. И консул был не против, чтобы мы прислали свидетельство о рождении на их имейл. Но если что, имейте в виду, что вы должны доказать, что ребенок, с которым вы едете, это действительно ваш ребенок. Так, ребят, ну это все документы. Получается, мы заплатили 70 евро сбор, 20 евро за страховку и по 5 евро за каждого, за фотографии, то есть 15 евро. Итого, наше оформление визы в Хорватию нам обошлось в 105 евро. Я считаю, что в принципе это не очень дорого. И, кстати, нам визу дали не на полгода, а до 28 февраля на 4 месяца и 6 дней. Немножко я не поняла, почему такой срок. Но, возможно, я слышала, что Хорватия вступает в Шенген. Но, опять же, это все только слухи, слухи, слухи. Но, может быть, из-за этого. Ну, не знаю. Все, ребят, вот такая была информация, с которой я могу с вами поделиться на своем опыте, как мы получили визу в Хорватию. Так, ну все, я вам все рассказала. Теперь сейчас мы ждем наш обед, посмотрим, как тут будет вкусно-невкусно. И все попробуем. Пока ждем наш заказ. Хочу немножко по ценам. Смотрите, бутылка пепси стоит одна, здесь 3 евро. В Херцегнове она стоит 2. Капучино стоит 2,70. В Херцегнове евро 30. Картошка вообще бешеных денег. 4,50 за 250 грамм. В Херцегнове стоит 2 евро. Карбонара, это паста, в Херцегнове она будет 5-6 евро. Здесь стоит 9. Трилечи десерт стоит 4. Средний десерт в Херцегнове стоит 2,250. И яичницу заказали. Сама яичница 2,50 плюс 70 центов. Каждая добавка, колбаса, у нас тут ветчина и овощи. И в общем завтрак получится евро на 5. А средний завтрак в Херцегнове будет стоить где-то 3-3,5 евро. Значит, что здесь дороже все где-то процентов на 70. И это пипец как все дорого. Ну, такие цены здесь, я думаю, за счет того, что здесь очень много иностранных туристов, очень много китайцев, немцев, слышно английский язык очень много. И поэтому, конечно, цены соответствующие не черногорские, а больше такие центрально-европейские. Так что посидеть в старом городе будет достаточно так недешево. Так, ну вот такой вот завтрак. Ну, в принципе, порция достаточно приличная. Выглядит тоже неплохо. Десерт три лечи. И моя паста карбонара. Сейчас попробуем, насколько это все вкусно. Так, ребят, ну что наш обед оказался весь, точнее, наверное, не обед, а полный такой. Оказался весь вкусный. Так что, в принципе, 30 евро мы заплатили не зря. Сейчас будем его докушивать, и пойдем еще немножко прогуляемся. Посмотрим. Спасибо большое, что посмотрели мой влог. Надеюсь, вам было полезно. Как получить визу в Хорватии, вы посмотрели Коттер вместе с нами. И если вам интересно про Черногорию или про графический дизайн, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Все, ребят, целую. Пока-пока.